Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепты. Сегодня я покажу, как я готовлю десерт под названием Дач Бэйби или по-русски голландская крошка или голландская детка. Я готовлю его в порционном мини формате, так удобнее подавать на стол. Так вот эта детка очень-очень вкусная, воздушная, пышная, невесомая, со сладеньким кремом, но она такая капризная, что никогда не знаешь, какую форму она примет. Аккуратного эклера, импровизированного стаканчика или тарелочки с высоко поднятыми краями. Какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте wikirecept.ru. Начну с крема. 500 миллилитров молока очень хорошо нагреваю, но не кипячу. Разбиваю в миску 2 яйца, добавляю 75 граммов сахара, это половина от нужного для крема количества. 3 столовые ложки муки и смешиваю венчиком. Наливаю в миску с яйцами чуть-чуть молока и снова хорошо размешиваю. А теперь наоборот, переливаю содержимое миски в кастрюльку с молоком. Перемешиваю и ставлю на плиту, где непрерывно помешивая, довожу смесь до загустения. Ей нельзя кипеть, огонь должен быть маленьким и как загустеет, сразу снимаю с плиты. Перекладываю в миску, накрываю пленкой в контакт, то есть кладу пленку прямо на поверхность крема. Даю остыть до теплого. Когда основа немного остынет, в большой миске взбиваю 100 граммов мягкого сливочного масла с оставшимися 75 граммами сахара. Затем начинаю порциями по 2-3 ложки добавлять заваренную основу и продолжаю взбивать. У меня получается очень гладкий, густой и вкусный заварной крем. Пока отставляю его в сторону и делаю тесто. Просеиваю в миску 250 граммов муки. Добавляю щепотку соли. Разбиваю 4 яйца. Начинаю небольшими порциями вливать молоко. Очень хорошо размешиваю после каждой порции, чтобы не было комочков. Молока всего у меня 400 миллилитров, оно комнатной температуры. Где-то в середине процесса добавляю 2 столовые ложки сахара. Тесто получается жидким, как блинное. Кстати, оно и есть блинное, потому что дачбэби это и есть блинчики. Выпекаю в формочках для кексов. В каждую ячейку кладу примерно по пол чайной ложки сливочного масла. Всего мне потребовалось 50 граммов масла. Ставлю в нагретую до 200 градусов духовку на 3 минуты, чтобы масло не просто растопилось, а раскалилось. Теперь силиконовой кисточкой смазываю стенки ячеек формы и заполняю их тестом до половины, не больше. Удобнее всего наливать тесто из кувшина с носиком. Всего у меня получилось 18 голландских деток. Ставлю выпекаться при температуре 200 градусов на 30 минут. Так как масло будет кипеть, брызгаться и даже немного проливаться из формы, лучше под низ поставить противень с фольгой. Достаем и смотрим, какую же форму решила принять наша детка. Итак, у меня она большей частью решила стать эклером, но есть и что-то интересненькое. Не беда. Остужаю в форме и вынимаю, аккуратно помогая себе ножом. Голландскую детку в виде эклеров я начиняю кремом таким образом. Срезаю верхушку, но не до конца. Внутрь кладу 2 чайные ложки крема. Вот такие они румяные и симпатичные. А капризную детку подаю так. Отдельно блинчик и отдельно крем. Крем можно положить сверху. А вкусно как! Более подробно с пошаговыми фото вы можете посмотреть этот рецепт на сайте wikirecept.ru. Ссылка под видео. Не забывайте ставить лайки. А если вы не подписаны, подписаться на канал. Приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok